Всем привет! Мы продолжаем говорить вам про интересные новинки с Mobile World Congress в Барселоне и сегодня поговорим вот о чем, в какие рамки можно поместить 1 терабайт памяти. Конечно, я говорю про карточку microSD. Опа, карта-ридер! Называется все это дело Sandisk Xtreme UHS-i microSD XC. Вся эта абракадабра на русский переводится как ультра быстрая флешка. Мало того, что она на 1 терабайт, таких уже несколько имеется. Micron выпустили, Lixar пару лет назад обещали сделать флешку на 1 терабайт, так и не сделали, а это уже коммерческий образец. Продаваться будет даже в России цену и дату назовем в конце ролика. Но мало того, что это 1 терабайт, так это еще и самая быстрая флешка с таким объемом памяти. Заявленная скорость 95 мегабайт на запись и 160 на чтение. Что касается карточки Micron, там скорость записи чтения 100 и 100 мегабайт, что немного отличается от Sandisk, но Micron у нас нет, поэтому будем тестировать сегодня именно Western Digital. Мы проверили заявленную скорость, вставили в телефон, в GoPro, в камеру. Да, 95 мегабайт на запись есть, но это если записывать видеофайл или передавать. Мы чаще всего передаем фотографии или музыку, а это уже мелкоблочка. И вот скорость на мелкоблочке куда интереснее. Мы загрузили с макбука на эту карточку через переходник, 4,6 гигабайта фотографий, около 1000 штук. Зняло это 2 минуты 30 секунд. Получается скорость на запись 33 мегабайта в секунду. На чтение 56 получилось. Для мелкоблочки это хорошо. Да, меньше, но в целом результат отличный. Есть здесь на стенде компьютеры с Windows, переходником, куда вставлена вот эта microSD, которые показывают в бенчмарке CrystalDisk скорость 170 на чтение и 106 на запись. Но мы эту карточку вынули из компьютера, а скорость показывать он не перестал, поэтому фейковая программа, так что сами проверили. Но она действительно быстрая. Вообще, ВД говорит, что эта флешка отлично подойдет для экшн камер и для дронов, потому что используется там такой формат. Флешка быстрая, соответственно 4К видео будет писать тоже быстро. Даже для 3D видео подойдет. Плюс поддерживать стандарт A2, а значит будет быстро загружать приложение, если вы вставите ее во флагманский смартфон. То есть перенесли туда приложение, снимайте на нее 4К видео и ничего тормозить не будет. Что вообще можно хранить на такой карте с таким объемом? Это 500 часов видео или около миллиона фотографий. По официальной информации не могу вам назвать битрейт видео, разрешение, но условно где-то так. Плюс вы можете поставить эту карту не только в экшн камеры и дроны. Можно поставить ее, например, в Nintendo Switch и скачать все игры, что там есть. Поступает в продажу уже в апреле. В России будет стоить около 30 тысяч рублей, в США около 450 долларов. Согласен, дорого, но для конкретных целей цена не такая уж и большая. Ну и помните все эти помпезные презентации, когда говорили, наша Lumia поддерживает microSD карточки до 2 терабайт, если вы, конечно, такую найдете. Шутки шутками, но это время к нам приближается. То есть технически вы покупаете себе новый Samsung Galaxy S10 Plus на 1 терабайт, вставляете вот такую флешку и у вас в купе 2 терабайта. Очень много. Плюс удобно, если вы используете тот же Samsung уже несколько лет и все эти годы перетаскиваете карточку из одного в другой, а у вас там сохраняются и фотки и музыка, то вот это отличная история и для такого сценария. Ну и в принципе все, больше нечего про эту карточку сказать. Напишите в комментариях, нужна ли вам такая память, используете ли вы microSD или вам хватает встроенной памяти. Всем пока!